что ребята хотела вам показать как несчастные офисные работы работники Америки работают. Это вот вид из нашего офиса, какие-то статуи тут такие, это видимо отель, а вот это наверное у кого-то квартиры здесь, потому что есть дворики, в которых видно, что всякие цветочки там растут, пальмы, то есть у квартиры видимо такие с патио, на которые можно зайти и у них свой бассейн вот там. Вот, вот так это все выглядит в офисе. Это кухонька у нас небольшая, это компьютеры для работы. Для таких, как я, сидеть здесь пить кофе в маленьком такой вот симпатичном уголочке. И вообще у них придумано возле кухни вот такие вот столики, где можно посидеть просто попить кофе, когда мы не сильно заняты. И вот такие вот конференц-комнаты, в которых проходят разного рода встречи. Очень симпатичные. Классные, да? Уже почти все разошлись. А я сижу, жду, когда закончится трафик, потому что очень много сейчас людей едет. Дождь прошел, и все как с ума подсходили. Очень долго ехать, я попила чай горячий с малиной, а сейчас поеду домой. Вот так вот живет офисный плантон США. Еще у нас тут бесплатно раздают конфеты. Каждый день приходишь утром, полные банки всяких разных шоколадных конфет. Кофе бесплатно, чай бесплатно. И тоже с утра на полке вот всякого разного снека вот здесь. Всяких печенья казаклуса, корешков, чипсов. Вот это остатки. Что осталось? Малкивы остался. Менденс какой-то остался. Обычно гораздо больше выбор, что можно съесть. Ну, мы приносим в холодильнике еду свою. Вот так вот. В общем, это кухня. Все, до встречи, пока. Американский офисный планктон на обеде. Сегодня классный день. У нас что-то в компании какой-то готовят концерт или какая-то презентация будет. Сцену готовят. Я смотрю, микрофоны поставили. Вот, офис. Сегодня интересная новая инсталляция. Смотрите, вот такая. Еще классный денечек. Сегодня градусов, наверное, 27, не больше. Начало, наконец, сдалось и немножечко прохладнее становиться. Мне задали вопросы, подписчики написали по поводу работы в России по сравнению с США. Я сделаю отдельное видео. Обещала давно уже записать. Ну, знаете, поскольку я начала работать в этой новой компании, то я просто первый месяц была завалена всякими разными событиями. Наверное, с ними было с ними знакомиться. Нужно было изучать всю структуру компании и так далее. В общем, вообще не было времени записать видео, ответить на вопросы подписчиков. Но в ближайшее время я это сделаю. Возможно, даже сегодня-завтра. И расскажу вам, что с работой произошло в России у меня, почему я оказалась в США. И снова сейчас я работаю в США. Ну, чтобы работать и хорошие деньги зарабатывать в Америке, нужно работать, конечно, в крупных корпорациях. Вот. И либо иметь свой крупный бизнес. Даже маленькие бизнесы сейчас не зарабатывают особо денег никаких. Особенно со стоимостью жизни и в условиях инфляции, которая сейчас происходит. Вы мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Я вам попозже расскажу детали в другом видео и расскажу, что если вы остаетесь в России или вы приезжаете в Россию, кем вы сможете там работать. А если вы едите в США, то какие у вас шансы найти хорошую высокоплаченную работу, то что для этого нужно сделать. Показываю вам теперь снаружи то, что я показывала изнутри. Вот это вот на улице так все выглядит. Моя башня. Вот это вот. Вот это. Всего 36, по-моему, этажей у нас. Вот это старый Даллас, всякие разные отели. А это то здание, которое он показывала, мы видели из окна. Вот оно. Такое интересное. С такой крышей железной. Или фонтаны, кафешки. А это вот уборщицы идут на работу. Как вы понимаете, все уборщицы мексиканки. Поэтому те, кто там в комментариях писал. Вот это моя компания, логотип. AT&T American Telephone & Telegraph. Те, кто писал, вот ты, наверное, уборщицей там работаешь. Ребята, уборщицами работают в Техасе только мексиканцы и мексиканки. А это у нас шаттл, то есть маленькие такие микроавтобусики. Я извиняюсь, я без стабилизатора просто иду. Нас везут в таких вот таксишках маленьких на парковку. Там, где наши машины стоят. Потому что парковки, которые прямо возле здания, вот парковки, это все высшему составу только положено. А нам надо пару кварталов отсюда парковаться. Но у нас есть такси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова